Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу наши корреспонденты расскажут о событиях и мероприятиях, которые стали наиболее актуальными для берестейцев. Несомненно, вы узнаете весьма много нового и интересного. Итак, сегодня в выпуске. По делам и заслугам награды. В областном центре прошла церемония награждения лауреатов конкурсов в области качества за 2014 год. На три дня без визы. Теперь посетить национальный парк Беловежская пуща через белорусский пункт пропуска переров смогут все желающие. Любви все возрасты покорны. Необычная свадьба обычных влюбленных или как можно стать счастливым в элегантные годы. Промчались зимы с веснами и вот мы стали взрослыми. Под звуки вальса со школами простились выпускники 2015 года. Событий на уходящей неделе было много. О них мы напомним вам позже. Но центральным, на наш взгляд, стала церемония награждения лучших руководителей предприятий региона в области качества. С полным правом их можно назвать передовиками магистрального курса на модернизацию и техническое переоснащение производства. Ведь сегодня главная задача для каждого коллектива добиться, чтобы отечественная продукция вышла на более высокий уровень качества и соответствовала самым строгим мировым стандартам. Многие предприятия Брещины достойно справляются с вышесказанным. Заметные успехи демонстрируют работники промышленности, строительства и сельхозорганизаций. Именно благодаря им область наращивает экспортный потенциал. Подтверждение этим словам – церемония награждения лауреатов в области качества за 2014 год, которая проходит в стране и в Брестской области уже в 16-й раз. С 1999 года 32 предприятия Берестейского края получили высокие премии правительства за достижения в области качества. Не стал исключением и год нынешний. Подробнее о церемонии и о победителях расскажет Лариса Осмолович. Элита Брестской промышленности собралась в этом году в областной филармонии. Лауреатами республиканский и региональных конкурсов качества по итогам 2014 года стали 49 предприятий Берестейского края. Приятно, когда за выполненную качественно работу получаешь признание. Вдвойне приятно, когда работу оценивает покупатель и не только свой белорусский, но и зарубежный. Замечу, что товар брестских производителей известен далеко за пределами нашего государства. Россия и многие страны постсоветского пространства – Польша, Германия, Китай, Канада и другие. Внешнеэкономическая деятельность распространяется на 125 стран мира и список этот постоянно растет. Бренд произведено на Брещене, соответствует всем стандартам качества, предъявляемым многими государствами. Качество выходит на первый план. А для того, чтобы добиться качества, понятно тоже, что необходимо. Нужны новые технологии, нужно новое оборудование. Значит, нужны хорошие проекты современные. Тогда будет выпускаться качественная продукция, которая сегодня востребована. Конечно, надо учитывать и ценовой фактор. Качество является реальной экономической категорией, потому что без этого у предприятия не будет экономики, устойчивости будущего. А потому ежегодный конкурс в области качества преследует одну большую идею. Демонстрируя качество на уровне области республики, на международной арене формируется своеобразный бренд страны. Страны с продукцией высокого качества. В этом году премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества удостоены три предприятия области. Два подтвердили звание лауреата. Это Барановический автоагрегатный завод и молочный комбинат. Березовское мясоконсервное предприятие. Среди награжденных и открытое акционерное общество Березовский сыродельный комбинат, который возглавляет Владимир Попеня. Следует подчеркнуть, что руководитель этого предприятия поднимался на сцену не единожды. В этом году коллектив получил специальную награду правительства «Социальная ответственность». Секреты такого успеха достаточно просты, но и столь же эффективны. Нужно было создать команду специалистов, команду собрать ее. Потому что она проходит это не один год, это надо очень много времени трудиться. Я работаю с 1986 года директором, а с 1973 года работаю на этом заводе. И постепенно, постепенно в своем коллективе, конечно же, он дает результаты. Любая награда, почетная и нужная, и как всегда к месту. Поэтому это, да, но она как бы аванс на будущее. Мы еще должны быть более, ну, лучше, больше поставлять на экспорт, еще больше, более качество. На протяжении семи лет Брестская область лидирует по количеству лауреатов в таких номинациях, как лучшие товары Республики Беларусь и лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации. В этом году более чем поста наименованием продукции этого звания удостойны 39 организаций области. Среди них и народная компания «Савушкин». Народная, потому что уже на протяжении нескольких лет их продукция подтверждает звание лучшей в конкурсе «Народная марка». Напомним, чуть больше недели назад они на международном дегустационном конкурсе в Брюсселе также были высоко отмечены. Три звезды из трех возможных за исключительный вкус и качество. И это признание – не одна победа. Мы только что закончили европейский аудит очередной, где все наши заводы «Пинс», «Столин» и «Брест» подтвердили свою репутацию, будем так говорить, на внутренних и внешних рынках. Мы получили разрешение опять-таки на поставку нашей продукции в страны Евросоюза. Второе, мы уже второй год участвуем в европейской дегустации всех молочных продуктов, где больше 120 человек дегустируют продукцию и выставляют свою оценку. 90% и более – это три звезды, 80% до 90% – это две звезды и до 80% – это одна звезда. Это многого стоит. Наш йогурт двухслойный и творожный ломтик получили три звезды, а сыр «Брест» литовский получил две звезды. Это опять-таки говорит о том, что наша продукция абсолютно по качеству не уступает европейской. Предприятия, перерабатывающие промышленности – это особая гордость Брещины, региона аграрного. В этом секторе экономики, несмотря на все сложности, на многих производствах завершены ранее начатые проекты. Многие приступили к освоению новых. Большое внимание уделялось и уделяется модернизации и внедрению новых технологий, составляющие успеха любого предприятия – производство качественной продукции и оказание качественных услуг населению. Мы будем работать и дальше. Во-первых, нам нужно расширять производство колбасных изделий, над чем мы сейчас работаем. Расширять рынки сбыта. Сегодня у нас неплохо идет торговля с Россией. Ну и, конечно, все время участвовать в каких-то новинках, побольше иметь новых технологий. Разные фирмы должны появляться у нас, которые приносят новые технологии и так далее. Над этим мы работаем, много есть наработок. Сейчас мы все пытаемся запустить производство. У нас перерабатывающая промышленность, она одна из таких самых серьезных, особенно то, что касается сельскохозяйственной продукции. Я бы не сказал, что кто-то у нас из вот в этой отрасли сегодня хромает. Все нормально работают. Да, есть сложности где-то у кого-то со сбытом продукции и так далее, но в целом они все работают рентабельно. И сегодня мы уже реализуем более 26% всего экспорта вот этого направления республики. Ну это же хорошо, нормально. Так можно и в других отраслях промышленности привести хорошие примеры работы наших предприятий. Судьбу городовых, экономический и социальный потенциал определяют люди. Без предприимчивого и инициативного сообщества ни одно государство не построит свое благополучие. Брещена в этом плане регион благополучный. Развитая инфраструктура, мощные промышленные предприятия, правильно организованный и поддерживаемый предпринимательский сектор. И вывод таков. У брестских производственников есть все для того, чтобы покорять новые вершины. А правительственные награды за качество – лишь еще одно подтверждение, что это возможно. Сделано в Брестской области. Этот слоган должен стать знаком качества товаров. Знаком высокой репутации и доверия людей. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И еще об одной важной встрече руководителя области. 2015 год в Беларуси, как известно, объявлен годом молодежи. А это значит, что на протяжении всех 365 дней именно к этой категории граждан внимание повышенное. Больше проводятся мероприятий и встреч. Все чаще презентуются, а затем и воплощаются в жизнь молодежные инициативы. Безусловно, такой интерес во многом обязан объявленному году. Однако в нашей стране подрастающее поколение всегда было, есть и будет на особым счету. Что неудивительно – молодежь – наше будущее. Что волнует современную студенческую братью, а также их педагогов? На что рассчитывают будущие специалисты-технари и какие проблемы стараются решить уже сегодня? Об этом и не только шел предметный разговор в Брестском государственном техническом университете в рамках встречи студентов и профессорского преподавательского состава с руководителем Брещины Анатолием Лисом. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Встреча председателя Брестского областного исполнительного комитета Анатолия Лиса со студентами и профессорско-преподавательским составом технического вуза города Надбугом началась с обсуждения социально-экономической ситуации в области стране и мире. Анатолий Лиса знакомил присутствовавших с результатами работы Брещины за минувший период. Объяснил причины сложившегося непростого финансового положения. Учитывая профиль вуза, отдельный губернатор остановился на строительной отрасли и специалистах, которые в ней работают. По словам Анатолия Лиса, современный рынок требует постоянного повышения уровня профессионализма. Надо понимать, что сегодня другие условия, другие задачи, другие объекты. Поэтому надо подходить уже из других позиций. Не то, что у них там знаний или умений недостаточно, так, а просто это организация, организация, труда, значит, новые технологии. Вот на это надо обращать внимание. Высокая дисциплина, которая, к сожалению, у нас не всегда на строительных объектах мы видим. Хватает. Поэтому надо сегодня выходить на современный уровень. В ходе встречи и у педагогов, и у студентов была уникальная возможность задать свой вопрос главе области. И таким шансом получить компетентный ответ из первых уст участники встречи воспользовались. Темы поднимались различные. От трудоустройства, развития города-спутника Жабинки, а также семейного капитала до культурной жизни и велодорожек в областном центре. Вопрос задал и ректор вуза Петра Пойту, как руководителя большого коллектива, где немало людей пока еще нуждается в улучшении жилищных условий, интересовала перспектива выделения земельных участков. Интересует вопрос. Жилье, допустим, в многоэтажном доме или индивидуальное строительство. Вот то, что касается выделения отдельных участков. Какие направления, какие перспективы здесь? Отвечая на вопрос, Анатолий Лис уточнил, что никакой проблемы выбрать участок или квартиру в высотке нет. Вопрос лишь в том, где могут быть выделены земельные наделы. Согласно генеральному плану областного центра, который утверждает президент нашей страны, в ближайшее время Брест расширяться не будет. А значит, не будет и новых участков. Однако в любом другом городе Брещины есть земли под индивидуальную застройку. Областный центр сегодня просто это земли нет. То есть физически невозможно выделить гражданин. По закону это не запрещено, но физический участок невозможно выделить. А то, что касается занятия новых площадей под индивидуальное строительство, здесь вопрос не будет решаться. Почему? Земли сельхозного значения выделяться под строительство жилья не будет. То, которое не предусмотрено планами, генеральными планами застройки. Если да, если это генеральный план застройки, если там где-то попадает земли сельхозного значения, все могут попасть. Но позиция президента нашей страны, значит, естественно, правительства о том, что новых земли из земли сельхозного значения не выделяют. Проведенные встречи остались довольны все ее участники. Студенты и преподаватели смогли поделиться своими проблемами с исполнительной властью области. Губернатор региона, в свою очередь, признался, что получает от таких собраний не только практическую пользу в виде конкретных пожеланий, но и определенный положительный заряд. К тому же подрастающее поколение – это будущее страны. От того, чем оно дышит, к чему стремится и какие расставляют приоритеты, зависит наш завтрашний день. И такие встречи позволяют понять, в правильном ли мы движемся направлении. С молодежью всегда интереснее, интересно встречаться. Встретимся с молодыми и сам чувствую, что, может, еще не совсем старые. Поэтому тоже нормально. Это первое. А второе – надо же встречаться, потому что это люди, которые проживают в нашем городе, проживают в нашей области. Значит, в конкретном заведении учатся и какие у них интересы. Это же тоже определенный срез. Мы должны понимать их настроение, чувствовать. Значит, о чем они думают, о чем они говорят, что мыслят. Ну и самое главное – молодежь – это же будущее наше. Поэтому и мы свои идеи, те, которые мы думаем воплощать в жизнь, планы, которые строим, в том числе и им же надо выполнять. Так надо с ними советоваться. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Актуальная информация. Уважаемые берестецы, 17 июня текущего года будет осуществлен переход эфирного вещания телеканалов Бук-ТВ и Кобрин-ТВ из аналогового формата в цифровой DVB-T. Телезрители в частном секторе, уже принимающие сигналы цифрового эфирного телевидения, с 17 июня могут смотреть телеканал Бук-ТВ и Кобрин-ТВ, настроив свои цифровые приставки или цифровые телевизоры на 44-й частотный канал, транслируемый из ракетницы. По возникающим вопросам можно обращаться в справочную службу по номеру 172. Попасть из Польши в Беларусь без визы. Теперь это стало возможным. С 12 июня в Международном пешеходном пункте упрощенного пропуска Переров начал осуществляться пропуск граждан иностранных государств в безвизовой форме. Чтобы стать на несколько дней гостем живописного Пружанского природного уголка, необходимо лишь пройти специальную регистрацию на сайте Национального парка «Беловежская пуща». С первыми гостями заповедных краев, прошедшими границу без визы, познакомилась наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. В пункте упрощенного пропуска Переров Пружанского района территорию Беларуси и Польши разделяют считанные метры. Здесь проходит черта между частями Большого заповедника Беловежской пущи, изучение красот которой и стало поводом для большого и очень ответственного шага – применение к части Национального парка с белорусской стороны безвизового режима. Дополнительная минута – это начало новых отношений между белорусами и поляками, развитие приграничного движения. Я очень рад этому событию, с которым я поздравляю всех здесь присутствующих. Надеюсь, мы будем активно использовать этот маршрут, что позволит сделать нашу дружбу более крепкой. Все здорово! Думаю, через непродолжительное время и наши граждане смогут также использовать такую же возможность для того, чтобы увидеть прелести Беловежской пущи по польской стороне. Процесс подготовки этого решения обсуждался неоднократно. И, наконец, он был определен в положении, утвержденным постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 мая 2015 года. Теперь пересечение государственной границы и пребывание иностранцев на территории Национального парка разрешено на основании действительного паспорта или иного документа, его заменяющего. Для получения пропуска, предоставляющего иностранному гражданину право на посещение парка, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Беловежской пущи, дождаться подтверждения обработки заявки и распечатать допуск, полученный по электронной почте. Для того, чтобы посетить Национальный парк Беловежской пущи, иностранному гражданину достаточно иметь действительный паспорт для пересечения государственной границы и документ, подтверждающий право нахождения на территории Национального парка Беловежской пущи. Я уже работаю с Национальным парком Беловежской пущи много лет, так что как-то уже знаю эти все вопросы, я с ними уже очень долго разговариваю по этому поводу, так что первую группу, но как-то не получилось, не было проблем с собранием первой группы, так что первая группа сегодня, но я надеюсь, что это первая группа, но не последняя, что их будет очень-очень много. Группа иностранных туристов, а это практически три десятка человек из Польши и Германии, воспользовались механизмом безвизового въезда на территорию Национального парка Беловежская пуща в Международном пешеходно-волосипедном пункте Переров Беловежа в первый день работы нововведения. Представители сферы гостиничного бизнеса, чиновники, сотрудники СМИ и простые туристы забронировали места, как только эта услуга оказалась доступной. Заказать на сайте теперь можно все, начиная с места в гостинице и заканчивая дополнительными экскурсиями по заповеднику и его музеям. На Беларуси уже не первый раз. И всегда приезжала на Беларусь после получения визы. А сейчас без проблем. Только страховка, паспорт и уже мы в Беларуси. Очень рад, что сегодня есть такая замечательная возможность безвизового перемещения в Республику Беларусь. После этого мы ждали много-много лет. Здесь у нас практически нет межязыковых проблем или недопонимания, как, например, в других странах. Хорошо, что любой желающий может воспользоваться такой возможностью, надеясь, что когда-нибудь также смогут ездить к нам и белорусы. Сегодня Беловежская пуща – один из уникальных природных островков мира. Удивительная флора и фауна, лесное богатство, хорошая и весьма удобная инфраструктура делают отдых здесь не только качественным, но и запоминающимся. Все это смогли увидеть и туристы в первой безвизовой группе, поездка которой рассчитана на один день. В их программе – посещение музея природы, вольеров, поместье Деда Мороза, музея народного быта, обзорная экскурсия по пуще. Нововведение, по словам руководителя пуще, должно стать хорошим условием не только для развития белорусского туризма, но и толчком для нового витка международных отношений. На территории нашего национального парка создана серьезная инфраструктура для пребывания туристов. Имеется и пункт общественного питания, парадка восьми точек. Имеется инфраструктура для разного уровня посетителей от мала до велика, и поместья Деда Мороза, и музей природы, и вольеры, и музей народного быта и старинных технологий. Вся инфраструктура создавалась годами. Здесь огромное вливание, вложены средства. Поэтому это, наверное, единственный правильный шаг для того, чтобы на самом деле использовать эту инфраструктуру по назначению. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вода, газ, электроэнергия и тепло. Ежемесячно за эти блага цивилизации необходимо заплатить по счетам каждому жителю Синеокой. Если одни исправно и в срок выполняют эту обязанность, то другие, ссылаясь на непомерные аппетиты коммунальщиков, злую судьбу и другие эфемерные причины, предпочитают за жилищно-коммунальные услуги не платить. Причем некоторые делают это годами, не обращая внимания на капающий каждый месяц пенью и растущий, словно на дрожжах, долг. Какие санкции, согласно новому жилищному кодексу, применяются к злостным неплательщикам и сколько таких обитателей нехороших квартир в нашем городе? Ответ на эти вопросы наша съемочная группа узнала у специалистов жилищно-коммунального хозяйства, отправившись с ними в рейд по так называемым неплательщикам. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Каждый месяц сотрудники водоканала штурмуют квартиры должников, не реагирующих на предупреждение и предписание на отключение воды. Кстати, последняя процедура в этом месяце грозила 16 неплательщикам. Однако, существить ее инициаторам рейда не удалось в первых пяти случаях. Никто из должников попросту не открыл дверь. Раз на раз не приходится, говорит юрисконсульт предприятия Виталий Клявер. Бывает, удается с первой попытки застать должника дома, а иногда и спятой не повезет. Сегодня долг жильцов нехороших квартир заводу колеблется от 200 тысяч до 5 миллионов рублей, а число должников составляет порядка 100 человек. Тенденция все-таки, все больше и больше должников становится. В прошлом году мы отключили только 33 должника за жилищно-коммунальные услуги. Уже за 2015 год у нас более 100 отключений. Если человек не платит более двух месяцев, мы ему посылаем предупреждение об приостановлении жилищно-коммунальных услуг. Ему дается две недели. При неоплате мы отключаем жилищно-коммунальные услуги, либо подаем иски в суд на понуждение к погашению задолженности. Если он этот иск не выполняет, значит? В дальнейшем, да. Если он не выполняет все, что определено судом или не может содержать данную квартиру, подаются иски на переселение в менее занимаемую квартиру, либо понуждение к продаже квартиры. И это правило, согласно новому жилищному кодексу, касается всех должников, даже если они находятся в статусе собственников жилплощади, то есть приватизированных квартир. Не заплатил по счетам выселение не за горами. Зачастую костяк злостых неплательщиков составляют граждане, ведущие аморальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным, ранее осужденные и другие социальные элементы. Как правило, они превращают свое жилище в проходной двор, игнорируя визиты, предупреждения сотрудников милиции, отключения коммунальных услуг и исковые заявления. В итоге выселение и жизнь в бараках без благ цивилизации. Из 64 тысяч абонентов 2,5 тысячи должны за жилищно-коммунальные услуги. Если на 1 января 2015 года задолженность была порядка 200 миллионов, то на настоящее время она возросла до 730 миллионов. У нас есть 22 должника, которые не платят более трех лет. Но это неблагополучные семьи или семьи с многодетной семьей, где чуть-чуть затруднена работа с ними из-за этих причин. Но сейчас находятся два исковых заявления в суде на выселение. Платить же надо за квартиру. Как это? Одни будут платить, а другие что? Мы же тоже такие же пенсионеры, как все. Ну тут никого нету. Ну вот их лишают, допустим, даже квартир, так, то есть их выселяют. Как вы считаете, эта мера законодательная правильная? Ну и то, что выселяют с предоставлением жилплощади, я думаю, что да. Возмущение нашей анонимной собеседницы вполне объяснимо. Кто-то платит регулярно, а другие благополучно забывают об этом и их не пугает ни штрафы с пеней, ни выселение. Кстати, сегодня основные сроки задолженности от 1 до 3 месяцев, но и годовых неплательщиков меньше не стало. Причины у всех разные. Не успел, уехал, забыл. Но чаще всего это финансовые трудности. К слову, в феврале этого года шел разговор об увеличении пени за каждый день просрочки до 30%. Специалисты полагают, что такая санкция в силах снизить в разы число неплательщиков. Однако эта идея пока находится на уровне проекта. Рейды по квартирам злостных неплательщиков в Бресте продолжатся. Здесь важно не напугать, а проинформировать и предупредить. Коммунальные службы отмечают, что даже небольшой процент долгов, которые вернули по всему городу, повлияет на благоустройство дворов и подъездов. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. О прекрасном и светлом чувстве любви сказано немало, как классиками, так и современниками. О ней по сей день слагают песни и стихи, сочиняют оды и санеты. И каждое из творений неповторимо и уникально. От переживших века вечных историй любви Орфея и Эвредики, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты и, наконец, Наташи Ростовой и Андрея Болконского перенесемся к современным. Ведь среди них есть не менее романтические и вдохновляющие. Герои нашего следующего сюжета – люди, которых не испугали никакие сложности. Их огромное желание быть вместе заставило преодолеть и расстояние, и время. Представители элегантного возраста – брещанка Тамара Негириш и москвич Петр Пимкин – на минувшей неделе сыграли долгожданную свадьбу. Об этой уникальной в своем роде паре расскажет София Бережная. Любовь не знает расстояния, любви все возрасты покорны. Наш герой – явное подтверждение сразу двух истин. Случайное, однако, судьбоносное знакомство перевернуло жизни двух замечательных людей. Сегодня они пребывают в статусе законных мужа и жены. Кто сказал, что нет на свете настоящей верно-вечной любви? Слова, сказанные известным классикам. Веришь тогда, когда встречаешь таких людей, как Тамара Степановна и Петр Лаврентьевич. На безымянных пальцах лишь пару дней назад заблестели обручальные кольца. А глядя на влюбленную и по-настоящему романтичную пару, кажется, будто они прошли рука об руку уже не один десяток лет. 73-летняя Тамара Степановна – в прошлом экономист. С возрастом не утратила молодого задора и оптимизма. Сидеть на месте – это не про нее. Женщина, воспитавшая сына и дочь, идет в ногу с современным поколением. Занимается спортом, поет и пишет стихи. Петр Лаврентьевич, умудренный опытом, по-мужски сдержанный. Порядка 30 лет был военнослужащим советской армии. В свои 70 он является главным энергетиком районной больницы российского города Одинцова. На вопрос о том, как пути двух разных людей, тем более живущих в соседних государствах, могли пересечься, молодожен отвечает без каких-либо раздумий. Судьба. И действительно, в этом нет никаких сомнений. Когда нас познакомили, то у нас, оказывается, общие судьбы. То есть он рос без отца, я росла без отца. У нас у одного и у другого отцы не погибли, а пропали без вести. И поэтому, конечно, тяготы вот эти все. Ну, как бы мы перенесли оба, потому что, ну, много вот такого, что произошло. Поэтому, значит, у нас вот такой общий, нас вот и связал. Он такой уравновешенный, я такая немножко импульсивная. Поэтому, когда одно дополняет другого, наверное, все будет хорошо. Впервые молодожены встретились около двух лет назад. Инициатором их знакомства выступил общий товарищ. С тех пор дружеская связь между двумя людьми только укреплялась. Совсем скоро телефонные разговоры сменились на живое общение. Петр Лаврентьевич стал частым гостем Бреста. За это время дружба переросла в настоящие нежные чувства. Сегодня союз замечательных людей с трепетом и особым уважением относящихся друг к другу вызывает восхищение у их родных, близких и друзей. Они давно к этому стремились, хотели. И у них получилось. Мне очень нравится, как они поддерживают друг друга, как они живут, любуются друг к другу и находятся рядом. Счастливые новобрачные наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Их неподдельные эмоции по отношению друг к другу, красноречивые любых слов. В узкой компании близких они делятся своей общей радостью и впечатлениями о важном событии в их жизни – бракосочетании. О том, какие перемены произошли с появлением штампа в паспорте, особенно волновала молодую аудиторию приглашенных гостей. На этот вопрос новобрачник нашелся более чем убедительный ответ. Совсем по-другому. Он себя чувствует по-другому. Потому что почему мы и говорим, что должна молодежь вступать в брак, потому что появляется ответственность. Потому что да, он говорит, у него жена умерла 4 года назад, он уже забыл это все. Он говорит, я сейчас все снова вспоминаю. То есть он понимает, что когда семья – это ответственность большая. Потому что сам он по себе, это одно мог делать. Но когда мы уже вдвоем, он, конечно, старается, чтобы мы в унисон с ним все делали. Связать себе узами законного брака в столь солидном возрасте решаются немногие. Но этот ответственный шаг говорит лишь о глубине чувств двух людей, их общем представлении о будущем, их стремлениях и желаниях. Союз Тамары Степановны и Петра Лаврентьевича. Подтверждение того, что любовь может прийти совершенно неожиданно и в любом возрасте. Главное – не переставать верить в нее. Главное – не упустить. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Кажется, совсем недавно отзвучали последние звонки. А уже вчера и сегодня во всей республике проходят выпускные балы. Пора каникул и занятий, веселых переменок и интересных уроков для старшеклассников сменяются усиленной подготовкой к ЦТ. Впереди поступление в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Однако об этом после. Теперь самое время познакомиться с виновниками торжества. С теми, для кого последние несколько дней были наполнены самыми яркими впечатлениями и эмоциями. Выпускниками 2015-го. Мероприятия, посвященные чествованию отличников учебы Московского района, стартовали в четверг в городе над Богом в парке воинов-интернационалистов. В торжественной церемонии приняли участие выпускники и их родители, педагогический коллектив, работающий не один год на то, чтобы ребята достигали не только высоких успехов в учебе, но и формировались как личности. И, конечно же, ветераны. Те, кто дал возможность сегодняшним юношам и девушкам свободно учиться и заниматься любимым делом. История Беларуси диктует нашему народу идти с высоко поднятой головой. Ведь за спиной большая история, великие подвиги и тяжелое военное лихолетие, которое закалило народный характер, научило ценить каждое мгновение, каждую секунду. От имени ветеранов Отечественной войны Московского района, ветеранов труда, от имени старшего поколения Мы поздравляем искренне всех тех, кто сегодня добился, оканчивая среднюю школу, высоких показателей в учебе. С праздником вас, дорогие друзья! Всего вам самого хорошего! Но помните, все, что вы имеете, это не пришло нам зря. Очень большой ценой заплатил Советский Союз за это ясное небо и прекрасный воздух. Уже через мгновение торжественным маршем по одной из самых больших улиц города прошли отличники учебы, активисты в общественной жизни школы района области, для которых это уже не очередной утренник. Это прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим, шагать в которое, с одной стороны, немного волнительно, но с другой трепетно и радостно. Еще одно испытание успешно выполнено. Желание на будущее у этих ребят сегодня похожее. Стать настоящими успешными профессионалами своего дела, несмотря на то, что внешне и по характеру они бесспорно очень разные. Определенного стереотипа, как выглядит медалист сегодня, в принципе нет. Это могут быть как социально активные детки, так и абсолютно пассивные в социальном плане. Они могут участвовать в куче мероприятий, которые проводятся в учреждении образования. Так и, в принципе, быть сосредоточенными только на своей учебе. Поэтому, ну, это уже дело предметников, команды предметников, которые работают в конкретном классе, которые находят этих звездочек и доводят до конца. Жалко прощаться с лицеем. Это очень маленький отрывок времени, но очень много новых эмоций, новых открытий, новых знакомых, опять же. Это очень интересно и увлекательно. В лицее очень много различных мероприятий, которых нет в школе. Мы проводили гораздо больше времени. К тому же я очень рада, что мы уделяем очень много внимания учебе. Очень много. Это очень важно сейчас, особенно в 10-11 классе, потому что на носу поступление все-таки. Путь был, так сказать, нелегким, но я старался как мог. Ну и в итоге я получил то, что хотел, чего добивался. Ну, конечно, хочется найти хорошую работу, но так всегда. Путь к сегодняшнему празднику был нелегким. Часы упорного труда, месяцы интенсивной работы, сотни прочитанных книг. Именно желание доказать себе и другим, что я смогу, двигало теми, кто сегодня, в этот торжественный день, в особом почете. Медалисты, отличники, победители Олимпиад и научно-исследовательских конкурсов. Как итог, 62 золотые и серебряные медали, которые в последний школьный день были особенно долгожданными, как, впрочем, и небольшие ноу-хау, памятный знак символика Московского района, и пятерка лучших педагогов района, подготовивших победителей областных и республиканских этапов Олимпиад. Сегодня Московский район выпускает 1415 выпускников. Мы гордимся тем, что Московский район имеет очень высокий образовательный потенциал. 62 выпускника закончили свои учебные заведения с золотой и серебряной медалями. Сейчас на 7 лет вот этих всяких трудностей, которые мы пережили, да, стоит ради вот этого одного выхода получить вот эту медальку. Я, если поставила себе цель, я ее добьюсь, поэтому я хотела закончить хорошую школу, я ее закончила. Школьный Валь в своем ритме закружил в последний раз старшеклассников, чтобы отпустить их уже взрослыми самостоятельными людьми на новую, пускай и тернистую, на такую удивительную и необычную дорогу жизни. Под звуки музыки оркестра свой торжественный марш по главной улице Бреста прошли и выпускники Ленинского района. Выпускной бал здесь носит символичное название «Алая паруса», причем не случайно. Ведь именно сейчас молодые люди отправятся в новое, еще неизведанное путешествие под названием «Взрослая жизнь». Теперь очень важно, чтобы этим кораблям дул только попутный ветер, чтобы они не свернули с курса и уверенно шли по волнам, проходя с легкостью все бури и ненастья. Учащиеся в этом году получили на 15 дипломов больше, чем в прошлом году. Это лучший показатель в республике. Второе, хотел бы отметить, что второй показатель – это, конечно же, наши выпускники с золотыми и серебряными медалями. В этом году их в Брестской области 507. Это больше, чем в прошлом году. Хотя количество выпускников 10 450 – это, к сожалению, меньше. Но, тем не менее, мы видим этот потенциал. Мы гордимся своими выпускниками. Они замечательные молодые люди. Нам очень интересно было то время, когда они у нас учились. И мы уверены в том, что, когда они пойдут дальше по жизненному пути, то они обязательно сохранят честь своей школы, нашего района, города и страны в целом. Потому что молодежь – это наше будущее. Праздник веселый и в то же время грустный, но бесспорно долгожданный. Ведь за спиной бессонные ночи и непростые школьные будни, пройдя которые, выпускники «Ленинцы» 2015-го стали более мудрыми и целеустремленными. Все довольно-таки весело. Хороший праздник. Мы получаем медали. Вот как раз объявляют нашу школу. Довольно-таки это все весело было. Год, конечно, ушел, но наши выпускники, мы еще будем встречаться. Веселый праздник. Надо праздновать. Школьные годы подарили только самые теплые и воспоминания, которые может она дать. Это, естественно, и какие-то сборы с классом, походы. Это и уроки, и какие-то классные часы. То есть общение как с учителями, так и с учащимися. Итогом Ленинского звездного молодежного Олимпа стали 34 награды высшей пробы и две серебряные. Это итог работы большого коллектива, в который вошли сами старшеклассники, родители, поставлявшие свои крепкие плечи в трудные минуты, и, конечно же, педагоги, которым юноши и девушки благодарны за терпение, за знания, которые они подарили ученикам, за жизненный опыт и за пример настоящего человеческого отношения к делу, которое любишь. 11 лет прошли незаметно. Однако это целый жизненный этап. Школа многим из нас подарила надежных и верных друзей. Научила ценить каждое мгновение и уважать тех, кто с нами рядом. Выпускники школы так этих красивых, молодых, амбициозных людей больше не назовут. Ведь это праздник, который не повторится никогда, но запомнится на всю жизнь. Главное, пусть они идут смело по жизни, твердо. И если вдруг где-то что-то, трудности какие-то, пусть они, главное, не боятся. А родители – это действительно самый главный основной тыл. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 14 июня погодные условия на территории Беларуси будут определять очень теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. На Брещене в воскресенье будет достаточно комфортным. Прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь в течение дня. Ветер переменных направлений. Ночью умеренный, днем порывистый. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 17-27 градусов. Ночью до 19, днем до 27 тепла. 15 июня погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада Европы. На большей части Брестской области днем пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди. При грозах резкий порывистый ветер. Возможен град. Температура воздуха ночью 14-16. Максимальный фон дня 20 градусов.